Заплати и живи спокойно. Приближается дата уплаты имущественных налогов. В этом году с долгами необходимо рассчитаться до 2 декабря. За каждый просроченный день будет начисляться неустойка. Всего за прошлый год сумма начисленных налогов на транспорт, землю и недвижимость составила 854 миллиона рублей. Это на 3% меньше, чем в 2017 году. На сегодняшний день сургутяне заплатили лишь около 130 миллионов. Оптимизирована форма сводного налогового уведомления. То есть сейчас оно не содержит платежных поручений, как это было в прошлом году, а вся необходимая информация для уплаты налога содержится в налоговом уведомлении, то есть без приложения платежных документов. Также из сводного налогового уведомления исключены объекты, по которым налогоплательщикам предоставлена льгота. С 2018 года право на льготы по имущественным налогам появились у граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Вычет можно использовать на 6 соток земли или на 5 квадратных метров квартиры. Заявление на использование льготы можно подать через личный кабинет налогоплательщика или по почте в любой налоговый орган. Из этих трех налогов два в текущем году полностью зачисляются в бюджет города, поскольку являются местными. Это налог на имущество физических лиц и земельный налог. Поэтому из той суммы, которая озвучена Еленой Валерьевной, план 800 с лишним, более 620 миллионов рублей – это поступление в местный бюджет. Как видите, сумма очень приличная. Для доходов городского бюджета это чуть менее 3% от общей суммы. Но, тем не менее, это сопоставимо с расходами на летний ремонт дорог, строительство детского сада или четырех быстро возводимых спортивных сооружений. Мы решили узнать у жителей Сургута, как у них обстоят дела с уплатой имущественного налога. Я за машину ходил, платил оберкассу. Вы считаете, большие или маленькие налогицы? Ну, что я за машину заплатил мелочи 200 рублей и все. Налоги обязательно я оплачиваю, потому что я остыкно-послушный гражданин. Обычно я делаю через банк, прихожу и оплачиваю налоги на имущество. Как думаете, большие у нас вообще в России налоги или маленькие? Ну, я считаю, что приличные налоги. Можно бы и поменьше. Нет, не плачу. Плачу? Нет. А как думаете, налоги в России большие или маленькие? Достаточные, по-моему, для того, чтобы людям бить по карману. Через карту, Сбербанк. А как думаете, в России вообще большие или маленькие налоги? В среднем. Хотелось бы поменьше. Кроме пени в адрес уклоняющихся от налогов, инспекция может направить иск в суд. Если и это не подействует, информацию о долге направят работодателю и в банке, где у должника открыты счета. Одна из крайних мер – ограничение на выезд за пределы страны. В этом году за границу из-за неуплаты налогов не смогли выехать 196 сургутян. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.